Всем привет, друзья! Всем привет, уважаемые битбоксеры! С вами я, Пётр Саранча, и в этом видеоуроке я, как и обещал, расскажу вам про то, как отстроить микрофон в программе Ableton, как её взломать на Mac или на Windows. Итак, начнём. Для начала... О, это наша группа, люблю нашу группу. Растёт, процветает. Всем респект, кто подписан на нашу группу. Заходим на официальный сайт программы Ableton. По-моему, правильно всё-таки не Ableton, а Ableton. И качаем официальную версию лицензионную. В данном случае она пробная. Чем мне нравится сайт официальный? Он автоматически подбирает версию программы под вашу операционную систему. То есть, если у меня стоит Macintosh, если у меня MacBook, то он автоматически подбирает ту версию, которая мне нужна. Если у вас Windows, то он, как правило, вам предлагает 32-битную версию или 64-битную версию. Но я настоятельно рекомендую качать 32-битную версию, потому что было у меня такое, что Windows 64-битная и 64-битная версия программы Ableton у меня не взламывалась. А 32-битная версия взламывалась. Итак, допустим, вы её скачали, установили. Хочу отметить, что вы скачали пробную программу, вернее пробную версию программы. И первым делом мы, конечно же, её открываем, что займёт несколько секунд. Итак, допустим, вы открыли в первый раз программу Ableton. И у вас вот здесь появится вот такое вот окошко, в котором будет предложено либо закрыть окошко, либо использовать демо-версию, либо активировать лицензионную версию, открыть все функции и прочее. Что мы делаем? Как взломать? Очень просто. Вы это окошко, которое будет здесь, не закрываете. Сейчас про кряк расскажу. Вот у меня есть кряк. Вот так он выглядит. Я не буду прикреплять кряк к видеозаписи на Ютубе, потому что мне, ребята, проблемы не нужны никакие. Я ещё слишком молодой, чтобы нести уголовную ответственность какую-то. Или там быть обвинённым за нарушение авторских прав каких-то, за распространение нелегальной информации. Так вот, я прикреплю ссылку на файл или сам файл к записи ВКонтакте. Прямо под видео будет файлик. Так что не переживайте. Про кряк я помню. Так вот, вот так вот выглядит кряк. Чем он уникален? Он подходит как для Mac, так и для Windows. Чтобы активировать версию, вы просто берёте этот файлик и перетаскиваете на окошечко, которое у вас здесь появилось. Всё, ну, перетащили, отпустили. У вас пошла активация, побежал такой бегуночек, похожий на загрузку. Ну, он начнёт думать, что-то делать, и через пару минут он напишет, что программа активирована. Допустим, вы её взломали, все рады, все счастливы. И теперь по поводу записи непосредственно, ради чего я пишу туториал. Допустим, у вас здесь ничего вот этого нет. Допустим, у вас есть только MIDI трек. Чтобы начать запись, нам надо вставить аудио трек. Жмём правой кнопкой, вставить аудио трек, жмём, появляется аудио трек. Вот он. Теперь по поводу микрофонов. Можно писать звук с веб-камеры, со встроенного микрофона в компьютер. Я пишу, кстати, на данный момент с микрофона, который встроен в комп. И со звуковой карты, конечно же, что лучше всего. Чтобы изменить, чтобы выбрать, вернее, микрофон, который мы хотим использовать, мы идём в настройки. Вот, настройки. На Mac'е находится вот здесь. Preferences. На Win'де настройки находятся в Options, тоже называется Preferences. Мой английский ужасен, я знаю. Нажимаем, и тут, как мы видим, много вкладок, много разных вкладок. Нам нужна вкладка аудио. И вот здесь у вас выпадает список микрофонов. Если у вас подключена... 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 Если вы воткнули веб-камеру, то, соответственно, он вам здесь её отобразит. Если вы воткнули звуковую карту, он вам тоже её отобразит. Но по поводу звуковых карт небольшой нюанс. Вполне предсказуемый. Нужны драйвера, друзья, обязательно для звуковой карты. Особенно, если вы пользуетесь виндой. И забыл отметить, всё-таки Ableton – это программа, которая изначально предназначена для Mac'а. И на Mac'е всё-таки Ableton работает побыстрее. Но это не мешает программе Ableton также хорошо работать на Windows. Всё-таки зависит от того, какая у вас звуковая карта встроена, от того, какой у вас процессор. Нужны драйвера для звуковых карт. Обычно они идут вместе со звуковой картой, если вы покупаете её новую. Если взяли с рук, просто берёте, качаете с интернета и вуаля. Да, никаких проблем. Есть ещё универсальные драйвера, называются ASIO драйвера. ASIO драйвера, которые подходят практически под все звуковые карты. Допустим, вы выбрали нужный микрофон. Ну, в моём случае это встроенный микрофон, вот он. Можно менять качество звука, громкость. Это я не знаю, что значит. Значит, хочу отметить, что на винде у вас может быть отставание, с которым вы можете столкнуться при звукозаписи. И чтобы избавиться от отставания, надо сбавить качество звука до минимума, что, кстати, не очень повлияет на результат. То есть, практически никакой разницы я никогда не замечал при работе с записью, когда менял качество. И попробуйте поменять вот эти бегунки всяко-разно. И тогда у вас пропадёт отставание. Итак, допустим, вы выбрали микрофон. Чтобы началась запись, чтобы начать запись, надо встать на нужный нам столбец, чтобы циферка горела нам надо обязательно. Вот она сейчас не горит, теперь она горит, значит она активна. Обязательно кругляшочек. О, видите, он меня увидел. Должен быть красным значок записи. И вот здесь надо нажать обязательно IN. Если не получается, то попробуйте порыться вот здесь ещё. Но я этим не пользуюсь, у меня с этим проблем никогда не было. И чтобы начать запись, просто жмёте на этот кругляшок. Всё, запись сейчас пошла. Всё, вот, пожалуйста, он меня её отобразил. Можно её удалить. Можно сделать это вот так. Пара-пара-пам. Отлично. Ну вот, да, всё, он видит замечательно. Допустим, вы научились включать запись. По поводу отстройки звука. Самое интересное, самое главное. Если вы слушаете себя в наушниках, то вы можете столкнуться с такой проблемой, что у вас звук идёт только в одну, в один канал, в левый или в правый. Только в одном ухе вы себя слышите. Вы ищите эффект, называется утилити. Вот он, утилити. Два раза кликаете, он у вас появляется. И вот этот бегунок начинаете менять. По-моему, вниз надо его на максимум стянуть, чтобы у вас канал разделился налево и направо, чтобы у вас в обоих ушах был звук, была слышимость. Но это не всегда бывает такая проблема. Я не знаю, с чем это связано, потому что я всё-таки не звукорежиссёр пока что. Пока что. Всё, допустим, вы себя слышите прекрасно и в левом, и в правом ухе. Далее, конечно же, это отстройка низких, средних, высоких частот. Для этого нам нужен эквалайзер или микшер. Их тут бывает два, вернее, их тут очень много, но я использую два. Первый, вот, допустим, AMP. Ну, выбираем любой. И тут можно менять. Ну, это типа разные виды эффектов. Это что-то типа гитарные примочки, но вот для битбокса, для вокала подойдёт вот этот. Либо клин, либо бас, лучше бас. И вот здесь отстраиваете уже частоты средние. Dry-Wed, думаю, должны многие знать, что такое. Очень забавный факт, что в программах на английском языке глубина звука, вернее, не звука, эффекта измеряется в сухости и влажности. То есть, чем меньше, тем меньше влажности у нас в звучании, тем менее влажный эффект, чем больше, тем более влажный эффект. Очень странно, не правда ли? Каждый подумал в меру своей испорченности. Я несу ерунду. Вот, отлично. Думаю, разобрались. Ага. Чтобы эффект выключить, достаточно. Не надо его удалять. Можно просто нажать на кругляшочек. Он у вас выключится благополучно. При этом останется без изменений. Точно так же его можно будет потом включить. Все. Тут, по-моему, все предельно понятно. Это стерео, моно, звучание можно менять. Все удаляем. И второй тип эквалайзера это EQ8. Вот он EQ8. Тыкаем два раза. Вот. Очень крутая штука. Чем ближе к левой части у нас кривая расположена, тем ближе к низким частотам. Чем больше к правой части, тем ближе к высоким частотам. То есть, если я хочу поднять низы, я делаю вот так. Если при этом хочу сбавить средние, делаю вот так. Если хочу поднять средние, делаю вот так. Если хочу поднять высокие, делаю вот так. А это, как я понял, что-то среднее между низкими и средними. Ну, не суть. Тут тоже все предельно ясно. Вот, ну этот тип отстройки мне как-то больше по душе, не знаю почему Допустим, вы отстроили там, ну обычно у меня это как-то, ну вот так выглядит Допустим, отстроили Что нам еще нужно? Конечно же, нам нужна компрессия, дамы и господа Компрессия, думаю, все должны знать, что такое компрессия Особенно, если ты битбоксер и ты шаришь в битбоксе Компрессия, чуть не то выбрал, я обычно использую вот этот акустик То есть, чтобы выпал список, вот сюда нажимаете, вот выпадает, тут акустик Все, два раза нажали, он у вас здесь появился Тут можно, по сути, ничего не отстраивать, компрессор тут сразу же хорошо отстроен под битбокс Вот, также можно менять глубину эффекта Не буду объяснять, что такое компрессия На собственном опыте потом поймете Ну, просто запомните, что компрессия это Это круто, если вы битбоксер И последнее, это Reverb Effect Его Rips One использует широко Reverb это эффект комнаты Эффект помещения Добавляет немножечко объема вашему звуку То есть, некий эффект эхо Здесь можно менять силу эхо Вернее, ну, объем помещения, грубо говоря И также глубину эффекта Но это некие вариации вот этого эффекта Я ими не пользуюсь, я пользуюсь только вот этим И вот этим Тут также отстройка глубины эффекта Разная шняга, непонятная Я не очень шарю Но мне вот этих двух бегунков хватает выше крыши Вот, ну, допустим, вы отстроили Допустим, все замечательно Записали Отбитовали свое дело Записали Пробел нажали Закончили Все Чтобы сохранить Ну, надо это скопировать Вставить Теперь вот сюда Вот эта штука у вас здесь Вот сюда надо обязательно нажать Чтобы она засветилась И Жмете файл Экспорт Аудио, видео И Уже Здесь выбираете Качество Формат Это можете не трогать Это вам не пригодится И жмете экспортировать И он вам благополучно сохраняет И вот где-то она Вот здесь А, вот она Ну, она мне не нужна Я ее удалю Вот Я надеюсь, что все предельно ясно объяснил И да, почему я использую Аблитон Потому что По моему мнению Аблитон одна из самых крутых И самых многофункциональных программ Можно также рассматривать Программу Кубейс Тоже очень крутая программа Но Аблитон Мне кажется Поинтереснее будет Хотя трудно сравнивать Потому что сам в Кубейсе Почти не работал Если вы пользователь Mac То Настоятельно рекомендую Скачать вот эту программу GarageBand Офигительная программа Потому что В ней Очень крутой компрессор Вот О ней Если будет желание У вас Я потом расскажу Вот Подписывайтесь, друзья На наш канал На нашу группу Надеюсь, что урок был Полезным Ждите Следующих обзоров Я думаю, что это будет Обзор на Real Beats Эффект Real Beats Объясняю Что такое Real Beats Real Beats Это Когда ваш битбокс Начинает звучать Как Реальные сэмплы Как Барабанная установка Есть такой проект Real Beats Где Видеозаписи Обрабатывают Вот этим Вокодером Real Beats И Битбокс Становится Как Музыка Ну, я Уже в уроке Подробнее расскажу Всем спасибо Надеюсь, что Урок был полезным И Собственно Будут вопросы Обязательно Обращайтесь Всем пока Субтитры Субтитры